хэй ой с вами шмаки мы продолжаем проходить игру под названием assassin's creed хронология китай так как вы поняли мы с вами на стене сейчас обнаружение не было тогда обнаружения были хотя подожди вот я ненавижу такие моменты вот здесь показано что я могу еще туда попасть но я в тоже момент и не могу попасть и во что мне верить ну ладно замедление времени мы вообще не используем если вы заметили то что для меня но в какой-то степени бесполезны и я понял ключа ладно спрыгнем можно сдохну вот он я вот он я вот он вот убивай с мушкетки давай отлично надеюсь чтобы не с самого начала с той стороны лезть все отлично да бля все идите в шопу что вы поняли ряду а где было А что их так много? А что их так много? Ладно, так сойдет. Свиток 16. Ша Цюнь вернулась в Китай в 1526 год и, используя сеть старых заброшенных убежищ, стала искать Ивана Ян Мина. В конце концов, ей удалось отыскать его, и она рассказала ему о своих странствиях, о смерти наставника и о встрече с Эцио Де Торе. Китайский магистр был впечатлен достижением бывшей наложницы. Он не видел Ша Цюнь с тех пор, как помог ей сбежать из запертого города. Юная танцовщица стала умелым воином. Прошедший тренировки не только у Джу Дюаня, но у легендарного братства Ассасинов Эцио Де Торе. Ша Цюнь стала использовать оружие, которое идеально ей подходило. Шэн Бяо. Дротик на веревке, который помогал ей быстро забраться на здание, а также справиться с некоторыми врагами, не вступая в ближний бой. О, подожди, там мне еще что-то, какие-то сведения дали, я смотрю. О людях? Монгольский шпион, монгольский вождь. А-а-а. Чтобы удержать власть, он готов в любой момент вступить в бой, сражаясь до победы. Посрать. А в смысле тревога? А в смысле тревога? То есть, псина в натуре вот это сделал? А-а-а, вот оно что. То есть, я должен был тогда вообще поверху? Как тогда я их потихом убил? Ладно, я не понимаю. Тогда я вообще не понимаю. Ну, я типа понимаю, что я должен был тогда поверху пройти, но... Стоп, то есть я мог еще и понизу пойти? Нет, не мог. Готово. Готово. Так, сразу посмотрю, что больше здесь ничего нету. И отправляемся дальше. Плевать, там сколько тел раз было засечено. Сойдет. Ну, понятное дело, что хлопушке нужно было отвлекающие моменты, но... Сюрикены это тема. Так, подожди, но там тоже есть продолжение комнаты. Ладно, начну с этой стороны. Сюрикены это тема. Сюгер. Начинается. Но его сейчас тогда сразу грохну. Ммм, они пошли. Я думал не убьет. Если бы она его не убила, я бы сгорел к херам вот полностью. А, тогда мне выгоднее убить сначала этого, который в окно смотрит. Пиздун, да, пускай убивают. Я уже проебался. Как это меня бесит, какого черта она не убила его сразу, когда я нажал атаку. Нахера тупить. Пиздун... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok дают или что Ладно. Ладно. Играет музыка. Играет музыка. 18-ый получил. Будучи философом, Ван Ямин сказал девушке, что пустая шкатулка и её послание. Что? Ямин сказал девушке, что пустая шкатулка и есть послание. Она сказала, что это бесценный артефакт, но считал, что при помощи шкатулки Шао Дюнь должна разобраться в себе. Только так она могла выполнить своё предназначение. Шкатулка всегда была пустая и Этсо узнал, что Шао Дюнь придётся взять на себя ответственность и сам выбрать свой путь. Этсо увидел ярость в глазах девушки, понимая, что за её слезами скрывается гнев. Чтобы забраться в братство, она избрала путь крови. Тигры погибнут от её руки и... Китай воспрянет. Освободившись от заговоров Ордена Тамплиеров, именно такой выбор и сделал бы он сам. Но Шао Дюнь должна была принять решение самостоятельно. Избав свой путь, она последовала совету Ван Ямина. И использовала шкатулку, чтобы выманить тигров из укрытия. Возможно, они знают об этом артефакте больше. Подожди, то есть я свита где-то один потерял. Что за бред? В смысле, я ящик упустил где-то? Ну, я не мог в это поверить, чтобы я упустил ящик. Вот ящик ещё. А, скорее всего, я просто должен был сюда по-другому подняться. Ну, слушайте, как вариант, наверное. Так, Шао Дюнь отдал Орденскому. Мастер Ассасин был потрясен тем, что юная девушка доверилась только ценный предмет. Он знал, что эта шкатулка могущественный артефакт, созданный первой цивилизацией, жившей на земле. Шао Дюнь передал своему наставнику слова Эцио, шкатулка можно открыть, только если она собьется с пути. Она призналась, что несмотря на стоящую перед ней важнейшую задачу возрождения братства, ей все чаще хочется найти и убить всех тигров, которые ответственны за смерть ее друзей. Решив, что момент настал, Шао Дюнь открыла шкатулку в присутствии Ивана Ямина, но казалось, что там ничего нет. Может это было некое загадочное послание от Эцио? Ну мы с вами уже прочитали, что это было запослание. Так, подожди. Тогда ладно. В принципе, мне дается время для того, чтобы перепрыгнуть на ту сторону. Так, подожди. Так, подожди. Я успею, 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 успею. О, ФПС упал. Странно, почему? Ну, смотрите, мне еще нужно убить императора. Ворота приводится в действие с помощью двух колес. Надо их повернуть. Какая дальность вообще вешена этого улучника? Ну, допустим, окей. А, подожди. А, подожди. Еще выше есть? Еще выше есть место. Смотрите, что мы делаем. Сейчас они договорят. На этого мы используем вот это. И готово. Монголов всех мы поубивали. Одна часть моста есть. Сразу пойду за сюрикенами. Есть. Нужно не забывать, что тут есть стража. Так, ну, смысла от той стороны у меня нету. Так, подожди, я могу с тебя с той стороны просто убить. Ай, 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 ай. Ух. 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 Если у него есть время, то после того, как он обернется. Ух. готова я забыл одну эту финти плюшку взять снизу ну лаешь если не не пойду неплохо о все последний битва я три осколков где-то потерял двойной удар ногой ты лишь отсрочила неизбежное задержка лишь разозлит этих дикарей они сочтут это предательством и пойдут в атаку им не добраться до моей страны стена сдержит их до твоей страны думаешь тебе удастся что-то изменить китай это лишь начало пути мы будем править миром а шкатулка которую ты нам отдала станет еще одним инструментом который поможет нам прекратить все войны прекратить все войны возомнил себя героем мне не нужен твой мир и твоя власть отдай мне шкатулку и твоя смерть будет быстрой твоей шкатулки тут нет ассасин ее уже увезли из китая она в руках тамплиеров значит шкатулку найдет другой ассасин и это будет его судьба а моя судьба избавить мир от тебя месть 1530 год великая сена еще один удалось поставить крест на планах джан юна однако разочаров разочар разозеленный разочарованных это разозлены алтан хан приказал начать штурм великой стены теперь шао дюнь предстоит отправиться в самое сердце битвы чтобы убить чао юна тем самым получив конец власти тамплиеров китаем это как база данных аниме соль людям джа юн нельзя убить в прыжке или скольжение ничего себе думал что так сложно джан юн 1470 1532 был тамплиером из состоял в организации евнухов назову называвшийся себя тиграми долгие годы они он был и незаменным помощником людей но затем уж когда джан юна приняли в орден таблиеров он стал защищать их интересы вместе с представителями таблиеров он лично контролировал всех кого принимали в элитный отряд тигров чтобы захватить власть и джан юн пошел избавиться от людей не он предал свою наставников стало сиять слухи о попытке убийства императора план осуществился людей был казнен после этого к джа юну стали прислушиваться в суде империи но настоящий взлет его карьеры начался когда умер император джэнде он не только использовал панику возникшую при смерти правителя чтобы очистить запрещенный запретный город а также пекин от своих противников и ассасинов он также сумел посадить на трон джюдзина человека который был готов передать фактическое правление людям вроде чаю на чтобы не заменить чтобы не заниматься управление самому когда это бессмысленный период закончился джан юн ушел в тень но при этом продолжал незаметно руководствовать государством и ману пулировать людьми подобным ян сунул при этом не вызывая никаких подозрений джай юн опасный противник не стоит пытаться убить его пока рядом находятся охранники а нет джан юн бежать не куда короче понятно тогда просто бежим а там смотря куда прибежим а тут есть что-то отрез колка такое ни хера себе так когда я должен был успеть прыгнуть так ну ладно я лучше сдохну специально чтобы быстрее время испорт отсюда я хочу просто на быстрое время все сделать ну trabajar да Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ты уже залезла... наверх... Почему... Я не знаю, просто суммируются ли вот эти мои смерти... Или нет... Но моя злость суммируется... Почему-то она отпрыгнула... Почему она отпрыгнула... О, боже... Меня снарядом убило... Я не знаю, что меня тогда убило... Но походу, все-таки снаряд... Задержите монголов, они не должны... Ой... Ой... Субтитры сделал DimaTorzok Короче... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ух, ты выходишь вziaу... О, боже меня подчинкс Субтитры сделал DimaTorzok В сериасисе Она была повреждена nasty-н Chaum Субтитры сделал DimaTorzok Впередный сделал DimaTorzok Отвела DimaTorzok Все-наж profesora Продолжение следует... 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 Воспоминания, осколки воспоминаний Я вообще не вижу смысла от них Потому что я думал Будет какой-то дополнительный уровень Где нам придется собрать все осколки Чтобы что-то нам Показать Ну это к минусу Даже можно будет отнести потом Также к плюсу можно отнести Это рисовку То есть здесь видно что все Даже пространство Обычное, игровое Нарисовано красками То есть взрывы В некоторых момент происходят краски Некоторые дома там Просто здания нарисованными красками То есть Графически прикольно сделано Все Только два плюса Идем к минусам Первое Управление Я пока делал сраные подкаты Пытался приручить себя К этому управлению Я чуть себе Блять пальцы не сломал Потому что игра Ну как бы Вообще сделана для геймпада Но я играю на клаве Поэтому Мне вообще неудобно То есть Настройки управления Здесь есть Но Нельзя наснащить под себе То есть нельзя поменять управление Минус раз Деревянность персонажа То есть Да В какой-то степени Он взрывчивый Но в другой степени Я хочу ударить щелика Оно не срабатывает Меня замечает И я сдыхаю Чтобы снова повторить Я пытаюсь залезть Под деревяшкой наверх Она цепляется И лезет снова вниз Деревянность То есть Управляемость Персонажа Минус Осколки воспоминания Нахер Они сдались Окей Окей Если они дают очки То в какой-то степени Может быть Оно на что-то и влияет Ну типа Очки Это прокачка прогресса Ну а так Они бесполезны То есть они нахер Не нужны Это минус Итого В принципе у нас А точно Под управлением Она хотела Ну получается Три минуса у нас Два плюса Три минуса Выводы делайте сами Ну у нас еще впереди Под хронологией У нас входит Три части Хронологии Китай мы прошли Следующая по дате У нас выходит Индия А потом Россия То есть Я пройду Индию А потом начну Россию Проходить Поэтому всем спасибо За просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Комментируйте Всем удачи Всем пока